он живет вот здесь, и у него далеко не самый длинный геном. Если мы обращаем внимание, то у него самый длинный геном вот здесь. Что же это? Что же это? Это рис. Самый длинный геном у риса. Если вам вдруг кажется, что вы чем-то сложнее риса, то вот когда вам стало жарко, на солнце припекло, вы вот встали на ноги, отошли в тень, легли в тень. А когда вы рис, у вас никакого варианта отойти в тень нет. Вам нужно приспосабливаться под все условия, которые вас корнями пустили в то место, где вы и растете. И поэтому, в частности, для меня одним из самых красивых мысленных экспериментов было то, что действительно я себя представил рисом и понял, что это сложно быть рисом. И то, что мы считаем, что мы многообразнее или чем-то интеллектуальнее, выше, так нет. На самом деле все вот это царство и все бактерии и прочие, они на самом деле, мы просто сильно разные. Нас нельзя сравнивать. В частности, вот это желание человека сравниться, вот мы здесь, вот млекопитающие, это вот длина геномов в логоритмической шкале. Имеется в виду, что вот там 10 в 11 это 100 миллиардов. А у нас 3 миллиарда муклеотидов. Но там у некоторых млекопитающих чуть побольше. Чуть-чуть. Мы совсем мало отличаемся. У нас по длине генома как бы могут отходить как разного рода рыбы. Так и вообще мы не сильно отстаем. Но длина генома это тоже мерится длиной генома по сравнению с другими такое. Собственно, давайте вернемся в историю. Вот эта картина, она стала нам доступна относительно недавно. И вот те предыдущие картины, которые я показывал, раньше они строились на основе каких-то внешних факторов. Сколько копыт, сколько ног, сколько пальцев, сколько, в конце концов, в черепе особенностей, которые у нас отличают от гендертальцев. А теперь это все вот с помощью геномных стук стало доступно. И давайте, собственно, окунемся в историю того, как это стало нам доступно. Возвращаясь к такой точке, которую в некоторых статьях принято называть, это работы Менделя. Австрийский монах. Если бы монахи сейчас умели добывать новое знание, было бы вообще отлично. Но вот он тогда писал основы на средственности, которые мы все в школе замечательно проходили, и уже многие из нас будут получены забыли. В 905-909 примерно в начале 20 века начали думать про ген и генетику. А вот в 53-м, за что получили Нобелев впоследствии, Крик и Уотсон предложили структуру двойной спирали ДНК. Это произошло только после окончания Второй мировой. В 75-м были разработаны первые методы секвенирования. Итак, вот это слово, секвенирование. Секвенирование – это процесс извлечения этой самой информации, состоящей только из четырех символов, такой длинной строки. Вот это называется секвенирование. Когда мы получаем ту строчку, которая соответствует тому геному, который мы исследуем, той информации, которую мы извлекли из клетки. В 81-м был собран полный вирусный геном вот теми же самыми методами. И только в 2001-м был опубликован первый полный геном человека. Это был огромный проект. Он стоил миллиарды долларов. И этим занимались и соревновались две независимые команды, одна из которых опубликовала в итоге статью в Nature, одна опубликовала в Science. Они сказали о том, что ну да, мы одновременно завершили. Но это все стоило. Я сейчас открою одну из самых популярных вирусном информатике картинок. Сколько это все стоит? Вот в 2001-й год это все стоит, ну там написано сотни миллионов, но на самом деле это примерно больше миллиарда долларов было потрачено тогда на то, чтобы одного, один геном человека получить получить в каком-то виде. И только в 2006-м примерно стоимость там еще не сильно упала. Они собрали наконец последние тех хромосомы одного человека. И что же произошло там? Это вот собственно логарифическая шкала стоимости, а это наше время, год 2019. Мы находимся здесь. И за последние годы стоимость не меняется, но она уже составляет тысячу долларов за один геном, что очень дешево по разным медицинским меркам и по тем меркам, которые были раньше. А вот раньше там в 2007-2008 году произошел какой-то сильный спад. И для примера все приводят закон Мура. Закон Мура, который… Кто знает, что такое закон Мура? Каждые два года производительность компьютера будет расти в два раза. Сначала это было про транзисторы, сейчас это просто про производительность. Ну да. Сейчас уже больше транзисторов упихать нельзя, поэтому просто увеличивают число ядер, число машин, число всего остального. Ну да, вы совершенно правы. И эта стоимость, ну вот как бы все биоинформатики, они рисуют вот эту большую картину и говорят про то, что в какой-то момент у нас закон Мура стал нарушаться и у нас производительность стала сильно быстрее производиться, сильно быстрее падать стоимость и производительность секвенаторов. Давайте же, собственно, посмотрим, как они устроены, что это за машины. В 2006 году вот эта технология секвенирования, которая сейчас принадлежит компании Illumina, и это, пожалуй, целая самая популярная сейчас платформа для того, чтобы получать геномные данные. Это вся геномная революция, по большому счету, последние с 2006 года 13 лет проходят с помощью вот этих машинок, которые с годом развиваются и развиваются. И сейчас я вкратце вам расскажу, как это внутри устроено. Я не буду рассказывать, как это было устроено до них. Я сейчас расскажу вот про секвенирование нового поколения. Это вот называется секвенированием нового поколения, когда мы умеем получать огромные объемы информации за довольно короткие сроки и за довольно ограниченную стоимость. То есть сейчас там свой геном, можно полностью, по-моему, заказать полногеномное секвенирование примерно за 100 тысяч рублей в российских компаниях, и что является довольно небольшой стоимостью относительно того, что вообще можно было себе позволить раньше. Итак, что же легло и как основаны эти методы? Я решил про это рассказать, во-первых, потому что это очень важно для понимания того, что я буду потом рассказывать про алгоритмы, а во-вторых, потому что просто рассказать вам про те технологии, которые сформировали и как люди придумали делать секвенирование, как люди придумали получать геномную информацию, какие циничные методы здесь были использованы. Почему я говорю циничные методы? Представьте, что вот у нас есть двойная спираль. Вот такие брат и сестра вокруг друг друга обратно комплементарные, завинчены. Если коротко, я про это чуть позже остановлюсь, их разъединяют при помощи температуры и достраивают к одной из спиралей, которую сохраняют короткому фрагменту, его флуоресцентную сестру, которой на самом деле у него не было, но ему взяли и достроили. Еще раз, если чуть подробно. Вот в этом маленьком мире в реакторе происходит следующее. Взяли ДНК, отфрагментировали его, разбили ультразвуком на очень короткие части. На очень короткие это примерно сотни нуклеотидов. Я напомню, что длина оригинального ДНК это 3 миллиарда в случае человека, в случае других существ меньше или больше в зависимости от того, кого мы исследуем. Машине все равно, кому мы исследуем. Она берет адаптеры, приклеивает адаптеры к этим коротким частям, потом кладет это все на подложку, а ее не видно. Вот тут подложка, из которой торчат, то есть мы взяли вот эти куски ДНК с адаптерами, поставили на подложку, вот они торчат, и много раз размножили их при помощи ПЦРа. После этого слой за слоем мы достраиваем к подложке то, что крепится к текущему уровню. И считываем при помощи лазерных или фототехнологий. Вот так это все примерно работает, из чего получаем огромный файл, примерно десятки гигабайт. Один файл занимает. Это все длится примерно неделю. То есть неделю у нас работает наша машина, которая каждый раз пихает туда флуоресцентные основания. Эти основания достраиваются к комплементарным. Сейчас я немножко назад вернусь. весь фокус в том, что наши основания А, Т, Г или С, они комплементарны только со своим братом. Соответственно, кто с кем? Кто-нибудь один? Адонин, Семин, да. Правильно. Они вот так и живут. Соответственно, флуоресцентный братик достраивается вот в эту точку, например, если, допустим, это Тимин, а вот это Адонин, то все остальные идут гулять и достраивается только одна. Ровно это же самое происходит, но только происходит это миллиарды раз на одной подложке за доли секунды. Ну хорошо, один слой у нас будет идти довольно долго. После чего мы получаем вот эти прочтения. Итак, новое определение здесь это прочтение. Это, собственно, короткий кусок, который нам удалось извлечь из нашего генома. Этот короткий кусок, он в идеале достигает, в текущих реалиях достигает 100-150 символов. Я напомню, что мы хотим все еще играться с геномом, длина которого 3 миллиарда. И, допустим, что вот у нас есть референсный геном, то есть геном, которого мы знали ранее. Ранее о том, что вот там человеческий геном, например, вот тот, опубликованный в 2006, вот это он, и мы берем эти риды, которые мы получили, и они у нас подходят под этот кусок, под какой-то кусок нашего референсного генома. к другим новациям. В 2015 году начал коммерциализовываться совершенно другой подход к секвенированию. Называется Oxford Technologies или Oxford Nanopore. Они начали коммерциализировать разработку, которая основана на нанопорах. выглядит она вот таким образом. Это совершенно маленький компьютер, и в будущем это сейчас текущий прототип. Это будет вообще подсоединяться к телефону, и вы, например, едете в Арктику исследовать геном белых мишек или, не знаю, того, что живет относительно недолго, или тот геном, который у вас в каких-то сложных очень условиях. Допустим, вы хотите сделать мишке генетическую операцию, и вам нужно сразу понять, а не отправлять данные через какой-то спутниковый интернет, что же там за геном у него или там какому хотя бы таксономическому виду принадлежит какая-нибудь бактерия. Так вы сразу же в мобилу пихаете, прокапываете, соответственно, готовите ДНК, ДНК так или иначе надо подготовить, а потом у вас бац и уже какое-то представление о геноме есть. Это так называемый метод уже третьего поколения секвенирования, как же они устроены. Я про это тоже решил рассказать немного. Устроены следующим образом. Вот мы берем нашу ДНК-спираль и прогоняем через нано-пору. Вот эта штука называется нано-порой. Почему нано? Потому что она очень маленькая. Почему пора? Ну вот потому что это такая дырочка, через которую мы прогоняем нашу ДНК и меряем электрический ток, который проходит вместе с ионами, который проходит вместе с ней. Очень интересная технология, современная. Она не точная, к сожалению. То есть, когда мы прогоняем, измеряем ток, мы часто ошибаемся. То есть, у нас какие-то существенные разрывы в напряжении уже будут давать нам не те символы. И по текущим оценкам, ну, по моим ощущениям, каждый пятый, каждый шестой символ у нас некорректный. В то время как иллюмина ошибается примерно каждый тысячный раз в современном мире. если все еще правильными руками все сделать. Потому что, если, например, ваш прибор будет трястись, то фотография будет трястись, когда иллюмина ее делает, и тогда вы получите неточные данные. К слову о том, чем закончилось, ну, чем рискованно ставить секвинаторы на Ломоносова. Потому что, когда там что-то трясется, там не только стены едут, но и эксперименты тоже. Но не будем о грустном. Итак, вот такие технологии современного мира. Это технологии вот второго и третьего поколения секвенирования, которые не являются конкурентами друг с другом, зато замечательно дополняют друг другу. Основные способы применения этого этого дела ограничиваются только фантазией биологов и медиков. Основные — это полногеномный анализ, то есть тогда, когда мы или знаем ну вот ресеквенирование, это когда мы знаем, например, для человека какой-то референс, каждый человек отличается от другого в каждом примерно тысячном символе, то есть там мы с вами с большой вероятностью похожи даже больше, потому что, условно говоря, в одной одного цвета кожи, одной нации, и про это чуть попозже поговорим. Мы, например, вот приехали в Арктику и там нашли какое-то озеро, в котором содержатся какие-то интересные бактерии, которые никто до этого не знал, тогда это называется секвенирование до нового, то есть когда вот мы что-то новое приносим в мир. Секвенирование РНК — это, собственно, геном, это только набор инструкций. Зачем нам три миллиарда символов? Из них там гены — это примерно полтора процента. У нас 20 тысяч генов, и они занимают примерно полтора процента генома. Остальное раньше считалось мусором, условно говоря, эволюционным мусором, который человек не использует. На самом деле сейчас точка зрения сдвинулась совершенно кардинально. Тем не менее, это все наборы инструкций. ДНК — это такая большая энциклопедия для нашего организма, из которого могут продуцироваться потом остальные вещи или белки, которые уже работают в нашем организме, или которые вдруг активизируют рак, или которые вдруг наоборот борются с раком, или которые вдруг наоборот перестали бороться с раком или с другими бактериями. Это все к тому, что уже интересно смотреть на конкретные ткани, клетки и органы, как эти что именно экспрессируется, то есть что у нас там живет. И за это уже отвечает секвенирование РНК. Ну и мы сегодня еще поговорим про метагеномное секвенирование. Это когда мы запихиваем туда не просто один геном одного человека, но и целую среду. Итак, все готовы ко второй части? Если есть короткие вопросы, то давайте прямо сейчас. Да. Я могу повторить. Короткий вопрос я могу повторить, длинный не буду. они могут экспрессироваться, а могут нет. Итак, бывают ли гены активные или пассивные? В целом, да, у нас некоторые вещи работают, некоторые не работают. То есть в нашем организме и гены бывают разные, и гены бывают сломанные, бывают генетические заболевания, которые потом ведут или к каким-то очень острым, с несовместимым жизнью проблемам, или наоборот выражаются только в 70-80 лет, или там конкретно в ткани они работают или не работают. Потом в человеке это слишком многообразная структура, и у нас в одной части может работать, а в другой части может не работать разные вещи. Ну, хорошо. Да. Надо ли грохать для этого медведя? У меня отсылка к Рику и Морти, когда Морти собирался дать свой геном при помощи так сказать своих крови или мочи или кала, но достаточно волоса. И вся криминалистика в частности сейчас тоже основана на том, что волоса достаточно для того, чтобы определить. Так что нет, грохот медведя не обязательно. Тем не менее, для того, чтобы получить геном бабочки, эту бабочку надо перемолоть. к другим новостям. Собственно, поговорим про биоинформатику. Вот все, что я предыдущий рассказал, это я узнал за последнюю неделю. Ну, хорошо, ладно, я про это много слышал до этого, но никогда не углублялся настолько, чтобы думать еще про то, как эти секвенаторы устроены. Для меня все еще, как для программиста, вернемся к моему маленькому чертежу. Это мой маленький чертеж. Итак, мое представление о мире, это в том, что вот в информатике, которой я занимался последние 15 лет, считайте, очень высокий уровень абстракции. Программисты, вы меня понимаете, правда? Спасибо. А вот есть биологи, и у биологов очень высокий уровень детализации. Биологи, покивайте кто-нибудь, пожалуйста, или не согласитесь с этим. Биологи? Ну, смотрите, там так или иначе разбираться в каких-то генах. Вот там этот ген отвечает за это, а нотация генома, например, что вот этот ген отвечает за такую болезнь, это отвечает за ту болезнь. И вообще, в целом, вот мне кажется, опять же, это сейчас не научное познание, это мои личные ощущения, в том, что вот информатика или там часть, это часть математики, а математика это такая область, где люди придумывают себе определение, ну, вот мы взяли и придумали себе группу, полугруппу, кольцо, и погнали дальше. И живем с этими определениями, в нашем мире все хорошо. А биолог – это тот человек, который пытается соорудить это определение как конструкт, ну, типа вид. А что такое вид? Да черт его знает. А популяция? Что? Популяция вроде всем понятна, вроде все живет, но как только мы пытаемся придумывать какие-то конструкты, у нас сразу же вид обламывается, например, когда поняли, что у нас есть горизонтальный перенос генов. Вот у нас есть горизонтальный перенос генов, у нас сразу же между бактериями, например, и у нас сразу же начались большие сложности. Что вы думаете про это? Сложно. Согласен. Хорошо. Таким образом, вот в моем мире понятий есть биология, которая суперсвойственна к детализации. Знать про то, как устроены разные химические реакции, как устроен разный конкретный вид. Многие биологи занимаются одним видом червей на протяжении всей жизни. Жизнь такая короткая, а черт такой длинный. У них это цитата одного из нобелевских лауреатов, по-моему. Нам, ну вот мне лично, совершенно все равно, что там за строчки были мне даны вот из А, Т, Г и ЛЦ. Я даже не знал названий А, Т, Г и ЛЦ до какого-то времени. Буквы и буквы. И биоинформатика это такая область, которая требует вот где-то здесь на самом деле компетенций. И таким образом компетенции живут только в том мире, где у тебя есть или гениальный человек, который знает и про информатику, и про биологию одновременно. Это не я. Или у тебя есть коллабораторы, которые вот знают одни про информатику, одни про биологию, и вы работаете вместе, когда у вас есть командное взаимодействие. Биоинформатики, соответственно, нужны для того, чтобы понимать примерно на уровне понятий, глоссарии, условно говоря, как мыслит один человек, а как мыслит другой. Тем не менее, вот эта пропасть, она иногда во многих проектах, которые я начинал с биологами, непреодолима. И мы просто не находили общий язык. Это не минус биологов, это не минус информатиков, это просто так мир устроен, что тех людей, которые занимаются и тем, и другим, и еще и понимают что-то с чем-то, таких единицы. И такая маленькая заметка из моего предыдущего опыта, это самые ценные люди, которые понимают и разговаривают на языке какого-то стыка. Чаще всего в стыке, конечно, присутствует информатика, потому что у нас сейчас такой мир цифровой, и нам нужно там все цифровизовывать. Но там хемоинформатика про то, что рассказывали в лектории в предыдущие разы, или там применение методов машинного обучения в физике. Это все такие смежные очень области и самые ценные специалисты те, которые разбираются вот на стыке. Но это я философствую. Переходим к тому, чем же мы занимаемся, к биоинформатике. Все помнят про секвенаторы, да, предыдущую часть. Вот мы получили объем данных. Вот это там библиотека. Это библиотека, которую мы называем ДНК-библиотекой. Это такой набор ДНК-фрагментов вот всего генома организма. Пока ограничимся одним организмом. Итак, немножко технических деталей. И вообще эта глава, она самая интересная для программистов, но как раз самая сложная для непрограммистского слушателя. Вот у нас эта иллюмина дает прочтение длиной примерно по 50-100 БП. Это base pairs, это базовое основание. То есть это строчка из А, Т, Г или С длиной примерно в 100. Давайте скажем, что в 100. На напорное чтение, которое пропихивают через пору, дают нам примерно 10 тысяч в среднем. Каждая библиотека это там порядка 10 гигабайтах данных. Теперь представьте, что если вы там 10 тысяч, ой, тысячу человек отсеквенировали, это уже супербольшой геномный проект, но это уже 10 терабайт данных, которые нужно где-то хранить с закрытым контуром, потому что у нас персональные данные с собаками, потому что у нас действительно в России нужно охранять такие персональные данные чуть ли не с собаками, с охраной. И вот если вы сейчас наблюдали охранников, которые ходят по Новой Голландии, так вот там это все должно быть еще сильнее. Перейдем к тем задачам, которые мы умеем решать. Вот давайте начнем с простого. Представьте, что у вас есть огромный пазл. Представили? Вот огромный, уже сложенный пазл. Там, не знаю, какой-то красивый водопад. И вот у нас есть маленькая деталька, которую мы хотим найти в этом пазле, где она находится. Мы вот берем ее и ищем. Итак, это что у нас происходит на самом деле? Это у нас есть референсный геном, который мы уже знаем. Ну, например, человека. И мы занимаемся картированием. Ну, то есть мы ищем, где наш рид, который мы только что получили из секвенатора. Ну, вот их у нас очень много. И вот этот рид у нас, он парный, не будем об этом говорить. Здесь написано 35. Это картина из Википедии, довольно устаревшая. Допустим, что это 100. И вот мы эти 100 ищем в нашем геноме. Это одна из самых популярных задач, одна из самых применимых. Действительно, если у вас нету никаких новых данных о мишках, никаких новых арктических озер, никаких интересных болячек, или у вас там все данные можно получить уже по существующим геномам, то тогда вы занимаетесь просто картированием. Довольно простая задача на первый взгляд. Тем не менее, занимает огромное время для того, чтобы, например, взять новую библиотеку, вот эту библиотеку, и отыскать все места в геноме. Это занимает недели работы вычислительных кластеров, которые стоят в разных институтах, например, Российской академии наук или у нас. И вот это, в частности, то, чем занимаются биоинформатики, они придумывают новые алгоритмы, ну, например, картирование. Как быстрее всего найти, какому организму принадлежит, какому организму из известных уже принадлежит текущий рид. Одна из самых интересных задач. Тем не менее, давайте подумаем еще про другую задачу. Вот представьте теперь, что у вас есть пазл, и он не собран. Теперь представьте, что в этом пазле у вас на коробке написано несколько миллиардов частей. Ну вот вы так берете коробку, а там написано не тысяча, а несколько миллиардов. Теперь веселее. У нас каждой детали в среднем по 20. Каждой детали у нас по 20. А нам нужно собрать один пазл. Некоторых деталей у нас вообще нет. Но вот там есть куски генома, которые с большим трудом живут вообще. Детали в разных частях пазла у нас, разумеется, повторяются. То есть у нас есть абсолютно белый пазл, мы берем от него кусочек, и он у нас подходит как туда, как туда. Это вообще очень частая картина. Называется геномные повторы. И у нас еще и в каждом десятом пазле ошибка. То есть вместо того, чтобы у нас был, например, выпуклая штука, у нас здесь впуклая. Вот такой вот пазл. Или другие ученые в других статьях, которые я сейчас читал, они представляют таким образом. Вот возьмите стопку газет, взорвите их на маленькие кусочки, или там пропустите их все через шредер, и попытайтесь собрать потом хотя бы одну из них полностью. Вот это и есть сборка генома. Собственно, сборка генома это такой процесс, когда вот у нас есть наша ДНК-молекула, мы получаем из нее какие-то фрагменты, мы их прочитали, допустим, с ошибками, и нам нужно потом восстановить из этих фрагментов нашу изначально. Но вот допустим, что у нас вот такая картина очень простая, когда у нас есть три прочтения, три рида, и мы потом их накладываем. Вот это называется перекрытием. Когда у нас есть граф перекрытия, тогда это все хорошо. Перекрытия не работают, когда у нас здесь ошибка. Допустим, у нас здесь ошибка, и все, мы сломались, мы не нашли перекрытия. И люди придумали, Павел Певзнер, по-моему, предложил первое использовать, американский ученый российского происхождения, предложил использовать граф Дебрёйна. Я не буду про это сильно углубляться, но тем не менее, скажу сейчас две минутки на тему того, что у нас есть чтения. Мы из них получили еще более короткие куски. Короткие куски нам нужны для того, чтобы не быть менее подвержены ошибкам. Мы вот взяли и нарезали уже существующие кусочки на еще более мелкие, то есть усложнили себе только задачу на первый взгляд. Но потом мы взяли и нашли одинаковые куски у наших частей мозаики, у наших чтений, которые перекрываются, построили граф Дебрёйна, нашли в нем пути и получили куски генома. Тем не менее, такие пути искать в реальных графах довольно сложно. Вот нам нужно из такого графа взять и построить какие-то последовательности ДНК, которые вот однозначные последовательности. Это, к сожалению, не всегда возможно и до сих пор. То есть у нас задача сборки — это одна из самых центральных задач биоинформатики, над которой трудятся десятки научных групп. Я сейчас про одну из них скажу. А это так выглядит в реальной жизни. То есть когда мы работаем с очень большими графами, это только один маленький кусочек, и это все друг с другом переплетено. И в этой задаче вот нужно сбором мозаики как раз является один путь, который проходит через все вершины по одному, через каждую, через каждое ребро по одному, в одному разу. Я не буду про это углубляться, я лишь скажу, что из этого может делать по крайней мере красивые арт-объекты. Можете взять свой геном или геном человека уже известный, благо ничего не стоит его скачать, и попытаться какими-то графовыми методами или методами сборки построить его и потом нарисовать на стене. Говорить на тему того, что вот я так вижу, я художник. Shutout 2 это реклама прям наших коллег, которые начиная с 13-го, с 12-го года начали заниматься с примерно 11-го года начали заниматься разработкой этого геномного сборщика. Геномный сборщик это такой огромный программный продукт, который нужно запускать на больших кластерах, разработка которого стоит собственно немало. И SPBG-шная разработка, которая сейчас начиналась в академическом университете, а продолжилась в Санкт-Петербургском государственном университете под руководством Павла Певзнера, который возвращался в Россию на некоторое время из штатов по мегагранту. Это один из лучших текущих сборщиков в мире. А знаете, почему он называется SPAIDS? Потому что это Saint Petersburg Assembler. Мне вот как петербуржцы очень гордо за этот факт, что вот сейчас один из самых известных, самых используемых, на него, на статью про SPAIDS примерно 6 тысяч ссылок, он каждый год еще увеличивается. И вообще, мне очень гордо, что это Saint Petersburg Assembler, что это сборщик геномный из Петербурга. Короткие вопросы. Да. Да, про камерный индекс. Сейчас тогда позволю себе минутку деталей. Итак, у нас есть read. Read — это последовательность длины 100. Камер — это такая последовательность длины K. Допустим, 31. 31 довольно популярная в данном случае по программерским соображениям, потому что укладывается в IN64. Собственно, берем 31 мер и разбиваем read со сдвигом 1 на примерно 70 камеров. И все их добавляем в индекс. Это у нас по сути получается хэш-мэп, который хранит такая карта из камеров, сколько раз они встречаются. Из этого мы потом пытаемся собрать геном. хорошо, спасибо за честность. Усложним задачу в другой обстановке. Итак, метагеномика. Собственно, кто слышал про сочетание богатый внутренний мир? Вот наш мир действительно настолько богат, насколько вы не представляете. Итак, метагеномика это когда мы берем не просто один геном и повторяем его много раз, или берем геном человека, и это один геном, очищаем его от всего остального, если у нас там что-то попалось, то это мусор. А вот когда мы берем целую среду, ну, например, это море, или, например, это почва, очень богатый метагеном, или, например, это части человека, что вы думаете, какую среду человека чаще всего секвенируют? Кровь? И кровь и слюна используются чаще всего, это действительно то, что чаще секвенируется у человека, но это для геномных исследований. А что, какая среда именно используется для метагеномных исследований? Кишечная, правильно. Там был правильный ответ также, который я в микрофон лучше не буду повторять. Итак, примерно следующим образом, вот у нас есть много разных геномов, мы их запихиваем туда же в тот же самый секвенатор, получаем те же самые прочтения, и теперь мы не знаем, кто откуда. То есть представьте, что у нас еще не только 3 миллиарда наш пазл, так у нас еще и несколько пазлов сложены как бы в одну коробку, и мы не знаем, кто от кого. Мы хотим собрать не просто одну, а хотим собрать все. Это я сейчас озвучил сложности метагеномной сборки. Метагеномная сборка – это то, чем люди заниматься вообще не любят и правильно делают, потому что у нас кто-то в организме нашим попадается, кто-то нет. Но давайте перейдем лучше к практическим применениям и к тому, где это используется в человеке и для наших задач. Картинка честно стырена из Ассоциации Здравоохранения. Антибиотики. Кто слышал про антибиотико-резистентность? А кто не принимал антибиотики в своей жизни? Вот я не нашел ни одной руки. Антибиотики надо применять правильно. Практический вывод из всех тех исследований и спойлер, который я забегаю, это то, что у нас антибиотико-резистентность может выработаться двумя разными путями. Или когда мы принимаем антибиотики и, например, недопринимаем их. У вас там прописан курс из 7 дней, а вы принимаете 4. Никогда так не делайте. У вас останутся некоторые бактерии, которые устойчивы к этому антибиотику в организме, и после этого они размножатся, и, собственно, их будет потом, это все еще злорадные с точки зрения нашего здоровья бактерии, которые в вас поселились, и которые теперь этим антибиотикам не вылечатся. А антибиотиков примерно групп 7 известно. Я, может быть, ошибаюсь в этом числе. Но их единицы. И теперь его надо лечить или другим антибиотикам, или его не вылечить вовсе. И таким образом у вас появляется антибиотико-резистентность. То есть вы невосприимчивы к этому антибиотику. Все запомнили, правда? Антибиотики всегда пить до конца, раз уж пьете. А еще полезно их не пить, если вам их не прописали. Если вам их не прописали, не пейте никогда. И к онлайну тоже обращаюсь. Но также есть способ как бы заразиться этим всем и без вашего, так сказать, активного действия. Какая-нибудь ферма злокачественная или плохо кормила коров антибиотиками, потом это все попадает к нам на стол. У нас это все как-то оказалось недоварено, недожарено еще в каком-то сыром виде. И у нас уже извне появилась такая антибиотико-резистентная штуковина. Недавно в индийских реках нашли устойчивую штуковину ко всему, ко всем антибиотикам. По оптимистичным прогнозам, скоро от антибиотико-резистентности погибнет примерно 300 миллионов человек. Но я вам этого не говорил. Ну, то есть там всякие страшилки ходят на тему того, что антибиотико-резистентность и вот вся эта история реально погубит скоро сотни миллионов человек, потому что это все начнет развиваться. Ожидается, что несколько сотен будет в Индии и в Китае, в провинциях. Но до нас, я уверен, это тоже дойдет, и это сейчас уже реалии современного мира, потому что у нас есть уже наши бактерии, в нашем организме они тоже могут скоро появиться, и нашим детям будет светлое будущее, но не будем о грустном. Мы же, собственно, разрабатывали алгоритм, который, программная штуковина, которая будет помогать медикам и биологам генерировать гипотезы относительно горизонтального переноса. Ну, не только горизонтального переноса, мы сделали тулу, которая позволяет сделать примерно следующее. Тоже занимаемся искусством. Мы берем слева сверху это наш образец, вот одна большая библиотека в несколько гигабайт прочтений, справа сверху это маленький таргет, который мы исследуем, ну, например, какой-то ген, который по каким-то соображениям биологу стал интересен. И мы строим его окружение. Это не картирование, потому что картирование не помогает нам в 30-40% того, что содержится в организме, оно не культивируется. В нашем кишечнике большая часть, ну, там, 30-40%, иногда 60% у некоторых не культивируется. То есть мы, если достанем из нашего кишечника какую-нибудь одну бактерию и попытаемся ее как бы размножить, чтобы потом проводить с ней анализы, она сдохнет, потому что у нее нет среды. И вот эта наша среда это реально уникальная штука. Она влияет на все в нашем организме, даже непонятно, кто кем управляет, мы ей или она нами. Потому что наше настроение, наши все гормоны, наш образ мышления часто заложен нашим организмом, а не нами. Это тоже второе открытие для меня, которое было майндсет, как сейчас популярно говорить, который вот супер меняет мое мировоззрение лично. Мы разработали, тем не менее, тулу, которая позволяет устроить маленькие картинки и большие картинки. Итак, маленькая картинка, это вот когда мы взяли наш таргет, который мы хотим поисследовать, и потом картируем ее в базе, ищем, а кто же в окружении. То же самое здесь. Но вот здесь мы видим, что этот ген встретился в двух существах, в разных бактериях. Мы как раз взяли ген резистентности и посмотрели на то, как он себя ведет. И ген резистентности это вот тот самый ген, который отвечает за то, чтобы быть невосприимчивым к антибиотикам. И посмотрели на разных данных. К большим данным чуть позже. Но вот эти мобильные генетические элементы, на которых мы потом это все смотрели, они нашлись вот в некоторых стрептококках и во всем остальном радостном, что жило в тех пациентах, которые мы изучали. Вроде сработало. Опять же, я разрабатывал только те части, которые строят эти картинки, которые позволяют потом биологам получить дополнительный взгляд на их данные, а биологи уже делали эти дополнительные выводы. Но в частности, один из выводов это то, что мы нашли мобильный генетический элемент в 70 тысяч оснований и поняли, что, ну, подтвердили гипотезу того, что на плазмидах распространяется эта устойчивость. То есть бактерии сдохли, которые не следят ген антибиотической резистентности, когда мы лечили антибиотиками, а на плазмидах эта история осталась. Именно поэтому надо долечиваться, потому что, чтобы еще и на плазмидах это все тоже успело обновиться и сдохнуть. Мы также строим сравнительные штуковины. Сравнительные штуковины нужны, когда, например, мы исследуем пациента до или пациента после лечения. Или, например, когда мы исследуем разный time series в море. Ну вот мы берем море и смотрим за его состояниями. Например, весной, осенью, летом. или, например, когда мы хотим сравнить одно море с другим. Тогда мы строим цветные картины. Это когда у нас есть таргетный ген. Черный — это то, что общее между разными библиотеками чтений. Синенькое — это то, что там только было до, красное — это только то, что осталось после. И мы видим, что у нас жило было на каких-то понятных, например, бактериях, а перенеслось на непонятную. И вот тогда мы исследуем эти причины переноса этого гена из одного в другое. Вернемся к искусству. Если мы немножко… Вот та картина, которую мы наблюдали до этого, вот эта, это такая миленькая и понятная картина. Тем не менее, часто на геномных данных мы наблюдаем вот такое искусство. Это тоже то, что можно нарисовать. Взять два образца своего кишечника, отсеквенировать их полногеномным секвенированием, запустить нашу программу, и вы получите персонализированный арт-перформанс или нет, это арт-объект. Но можно и попроще. До этого мы опубликовали другую тулу, которая позволяет просто сравнивать огромные образцы между собой. И вторую тулу тоже, которая строит как раз для озер. Вот мы там взяли разные озера, взяли их разные образцы и стали их сравнивать между собой. Вы спросите, какой для этого выход? Это очень хороший вопрос. Но тем не менее, вот сейчас нам написали письмо буквально пару недель назад с вопросом запустить нашу программу для байкальских образцов для того, чтобы найти самые близкие озера к байкальским. И вот эта задача, например, найти образец самый близкий к существующему. Ну, например, если у нас больной есть, и у нас есть до этого 100 больных каким-то кишечным заболеванием, которые они, они, может быть, вылечили, но у нас данные остались. И у нас есть вопрос, как персонально подобрать вашу диету или как персонально подобрать, и к кому вы ближе всех. Вот этот алгоритм классификации, то есть нахождение вас вот в этом дереве, это как раз то, чем мы занимались до этого. А мои коллабораторы, как раз Дима Алексеев, Саша Тяхт, его жена Алла Тяхт, они сделали еще и прикольную книгу, которая рассказывает, в частности, про антибиотики и про все остальное. Это такая реклама моих коллабораторов и друзей. Дима сейчас в Голландии, Саша и Алла в Москве. Они вот сделали еще и детскую книгу, которая рассказывает про то, как эти бактерии в нашем кишечнике или не только в нашем кишечнике живут и вообще. Она очень красивая, детская, можете полистать в интернете, есть ее больше фотографий. Ну и также эти же ребята делают персонализированные тесты. Я сам не проходил, этот персонализированный тест, что считаю скорее недостатком, чем преимуществом. Это вот когда мы запускаем секвенирование на ограниченном числе генов, исследуем только один ген, между которыми происходят все вариации, 16 теста секвенирования так называемые. И эти тесты позволяют за 15 тысяч рублей узнать какие-то персональные рекомендации. часть из них это скорее всего неправда, но чем больше нас отправят этот тест по почте, тем больше мы узнаем правды. Это такой крутой социальный эффект, что чем больше данных мы получим, тем больше правды каждый из вас узнает. Ну а в следующих сериях мы коснемся еще и фекальной трансплантации. Вот мы сейчас готовим статью про исследование и про тулу, которая позволяет определять механизмы некоторые болезни, лечится только фекальной трансплантацией. То есть тогда, когда у вас совсем все плохо в кишечнике, тогда вам нужно делать пересадку. Вы не поверите чего. И тем не менее, вот этот собственно образец донора на самом деле, если спойлерить обратно, здесь все становится зелененьким. Он почти полностью приживается у вас. И, например, Дима Алексеев. Дима Алексеев довольно сумасшедший человек. И он делал себе, будучи здоровым человеком, вот трансплантацию. Он похудел на 10 кило. То есть, возможно, это еще и современный метод улучшения своей фигуры, например, если она вам не нравится. Но он взял образец другого человека, спортсмена, своего друга. Вот там прокапал себе через верх, по-моему. Мой студент, это картинка моего студента. Вот он сейчас получил 5 за дипломную работу. И когда его наш профессор большой, громкий, спросил, все-таки как происходит сама трансплантация, он не растерялся и ответил, есть два подхода. И действительно, есть два подхода. Вот один из них себе сделал Дима и, в частности, похудел на 10 кило и вообще поменял свою там флору и больше вроде ничего не поменялось. Так, ладно, это конец третьей части. Быстрые вопросы. Кто-нибудь еще делал? Еще раз, это вот когда антибиотикорезитентность полная, например, уже больше нечем лечить, тогда ее делают больным. И эта штука, это сейчас реально популярный способ лечения некоторых расстройств, которые очень, которые вы не хотите представлять, как они выглядят. Вот там больные, настолько больные, что им уже надо, они уже или умирают, или им делают вот трансплантацию. Это очень хороший вопрос. Действительно, со штаммами у нас большие сложности. Мы пытаемся отличить штаммы донора от штаммов пациента до и пытаемся потом понять, кто из них прижился. Но действительно, какие штаммы? Штамм — это еще раз, это вот когда у нас есть две, например, кишечные паленочки, они разные. То есть вот у нас одна отличается от другой, но какие-то части вот эта штука называется штаммом. Очень хороший вопрос. Мы с этим как раз сейчас боремся. Мы сейчас боремся с тем, чтобы отличать одни штаммы от других, потому что в больших метагеномных образцах это очень сложно. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Еще? Супер короткий, да. Трансплантация? Это вообще мода последних там трех-четырех лет. Еще супер короткий вопрос. Есть летальные исходы, и это спасибо за заметку. Летальный исход образовался, это просто клиническая ошибка. Но вот когда хирург ошибается, это чья ошибка? Это ошибка хирурга. Точно так же и здесь это ошибка врача. Представьте себе, что в доноре там клиническая ошибка заключалась в следующем. Если я говорю про тот же самый случай, про который вы говорите, то клиническая ошибка такая. У донора был антибиотикорезистентный ген. И ему просто присадили еще одну антибиотикорезистентную, и пациент, к сожалению, скончался, потому что ему заменили одно на другое. И в данном случае да. Ладно, супер короткий. Не слышу. А в конфликт за что? Чаще всего вроде... Еще раз. Вопрос в том, бывает ли несовместимость одного с другим, и мне кажется, что нет. Я могу ошибаться, но с учетом того, что мы едим столько, что хватит на 2, на 3, на 5 микробиот, но вот люди привыкли есть настолько много, что нам там в кишечнике эти бактерии не соперничают за среду, и поэтому помещаются все. Ладно, хватит с супер короткими вопросами, можете потом задать более длинные. К другим новостям. Сейчас я вам расскажу про работу своей другой замечательной совершенно студентки и научной сотрудницы, которая занимается тоже анализом геномных данных, но совершенно с другой стороны. И вот Дарвин нам здесь не помешает. Собственно, эволюция по Дарвину. Кто не верит в эволюцию по Дарвину или в ее производную синтетическую эволюцию? Допустим, что я не вижу рук, и это замечательно. Тем не менее, в 1871 Дарвину досталось неслабо. Это вот карикатура из популярного журнала, может, чуть потише, который вот освеивал его происхождение от обезьяны, вот это все. Тогда ему было реально тяжело. И вообще Дарвин это человек очень тяжелой судьбы, можете почитать Википедию, это очень интересно. Он предложил принцип естественного отбора, и механизм заключался в следующем, что у нас рождается новое поколение особей, часть особей вырастает и дает потомство, часть погибает, и, соответственно, погибают, если утрированно говорить, это все очень утрированная история, погибают не приспособленные, а выживают приспособленные, и у потомков остаются лучшие черты. Опять же, лучшие черты в данном случае для того, чтобы давать потомство. Это вот единственный главный критерий. Противопоставляется, соответственно, ламаркизму. Если помните про жирафиков, то вот этот жирафик, он как бы тянется и стремится к своему совершенству, к тому, чтобы доставать до солнышка и до больших веточек. Программисты упоротые люди. Еще в 50-х годах, как только вообще эти компьютеры современные начали вот современные архитектуры работать, они пытались воспроизвести процесс эволюции в компьютере на вот этих здоровых машинах. И с годами это все в начале 90-х годов и дальше начало называться генетическими алгоритмами. Генетические алгоритмы это такие алгоритмы, которые работают только в компьютере и которые симулируют процесс эволюции. То есть, мы берем нашу какую-нибудь особь. В данном случае у нас это вообще оторвано от нашего генома или генома какого-нибудь живого существа. Мы, например, выращиваем какой-то вектор из нулей единиц. Сейчас попытаемся быстрее пройти эту часть. Это такой метод направленного перебора по большому счету, который выбирает часть особей с текущего поколения на основе функции приспособленности. То есть, мы задаем, что такое функция приспособленности, насколько вот эта особь, она хорошо решает там нашу конкретную задачу. И про конкретную задачу я чуть позже скажу. И сформируем следующее поколение при помощи скрещивания и мутации. То есть, мы сами придумываем, как эти особи скрещиваются, как они мутируют, как у них измеряется потом их приспособленность к текущей среде. Возвращаясь к книге Дарвина происхождение видов, вот это единственная иллюстрация в ней. Ее видно, правда? Что это? Это филогенетическое дерево, можно назвать это деревом эволюции. Это тоже самая картинка, которая была в самом начале, просто кругом, только вот она не круглая, она вот частично такая. И единственная иллюстрация, которую Дарвин нарисовал в этой книге. Если мы коснемся последних событий, вот это, условно говоря, время. Оно развивается, вот сейчас в этой иллюстрации у него снизу вверх. А если мы, например, посмотрим на улиток, и я эту картинку решил вставить, потому что я увидел улиток, которые фиолетовые на здании. Все видели? Кто заметил улиток? Я не удержался и вставил в итоге эту картинку вот прямо сейчас, потому что что происходит? Вот у нас, допустим, есть популяция улиток, вот эта популяция улиток изначальная. И так уж сложилось, что какое-нибудь землетрясение их разделило на желтых улиток, ой, не на желтых улиток, конечно, а на одну порцию улиток и на вторую порцию улиток. И одни стали желтыми, а вторые стали красненькими, потому что они так приспосабливались или их там эволюция так приспосабливала вот в тех условиях. Например, птицы грызли только желтых или птицы грызли только красных в одном из частей после землетрясения. Еще раз, я здесь говорю, и мы здесь говорим про миллионы лет эволюции. То есть, вот когда я говорю про то, что улитки стали желтыми, так это прошел миллиард лет. Вот взял и прошел. Ну хорошо, ну не миллиард, у нас там жизнь заразилась три с половиной миллиарда, ну допустим несколько миллионов. И вот это называется специализацией, когда у нас одни приспособились под одну часть. Ближе к нашим временам у нас та же самая специализация происходила у человека. Текущая гипотеза, видимо, уже сложно опровержима, что все люди произошли из Африки. Еще раз, вот это то, к чему привели нам все эти геномные исследования последних там 20-30 лет. Гитлер бы в гробу перевернулся. Но выход из Африки это примерно 130 тысяч лет назад. Сейчас есть разные гипотезы, что есть, было несколько волн миграции, находят разные черепа в Греции, которые 230 тысяч лет назад. Это все очень развивающаяся гипотеза. Тем не менее, допустим, что вот так. И человек там 67 тысяч лет назад дошел до сюда. До Австралии добрался тоже в районе 60-40 тысяч лет назад. В Европу зашел попозже. Ну и самая молодая часть это Южная Африка, которая была через верх прокинута. То есть люди там пересекли вот тот, как это называется? Не слышу. Берингов? Берингов. И вот текущая гипотеза, что все люди современные Homo sapiens. Я не говорю про наших предков. Я говорю про то, как выходил человек разумный. Выходил из Африки. Выходил из Африки, соответственно, с неандертальцами насиловал, убивал, стали белые гены, с местными насиловал, убивал, стали желтые гены. Таким образом, у нас можно рассматривать три большие популяции. Это текущая гидемографическая модель, которая описывает численность популяции. Все видим, что у нас здесь экспоненты, потому что люди размножаются и размножаются очень быстро. А до этого какой-то экспоненты не были, они жили себя в Африке и жили довольно константно. Это тоже в процессе 316 тысяч лет назад. Все представляют, что такое 316 тысяч лет назад? Я нет. Вот у нас есть миграции между собой, то есть у нас процесс не останавливался. Допустим, две популяции образовалась, одна осталась в Африке, одна начала бродить, но они стали дружить все равно между друг другом и оставлять потомство между собой. Ровно так же, как сейчас происходит между всеми популяциями. И вот это называется демографической моделью. Вот эта демографическая модель, она для всех разных популяций, ну, например, для улиток или, например, для обезьян, или, например, для белых мишек мы тоже исследовали, или, например, для газелей, которых мы тоже исследовали. Мы строим вот такие демографические модели. Зачем? Для истории. Ну, то есть, вот это позволяет как раз, это такая часть изучения истории. Современная история, она как раз в основном познается через геномику, через геномные исследования. раньше ученый придумывал вот эти демографические модели сам. Ну, то есть, вот берет демографическую модель из головы, проверяет ее. Проверяет ее, ну, условно говоря, насколько она похожа на те данные генетические, которые мы видим. А мы здесь взяли и применили обратно. Представляете, вот генетика сформировала нас, мы придумали генетические алгоритмы и узнаем обратно генетику и демографию, исходя из того, что нам предлагает генетический алгоритм. То есть, слева это уже не геном, это в данном случае алгоритм, который был построен на основе генетических принципов. Пара деталей. Мы собираем геномы наших популяций, ну, например, 10 улиток отсюда и 10 улиток из второй популяции. У нас есть наша референсная улитка, так или иначе, которую мы делаем. Смотрим разницу между референсной и первой популяцией и второй популяцией, строим красивую матричку. После этого вот эта наша красивая матричка, которую мы построили, это данные. Это красивая матричка, которую мы предсказываем на основе той популяции, которую сейчас, ой, демографической модели, которую мы сейчас изучаем или которую нам дает ученый. Применяем какие-то непонятные математически большие символы, не будем сейчас углубляться в это. это все такая большая теория вероятности, которую мы здесь делаем относительно из того, какую мы модель распространения генома применяем. И строим генетический алгоритм, который нам строит наиболее правдоподобную модель. И в данном случае мы смотрим на две популяции людей, ну, потому что захотели взять две, а не три, и строим модель, которая наиболее приспособлена. И вот она растет. То есть одна из частей исследований в целом это исследование про применение генетических алгоритмов для построения демографических историй. Про то, как можно заменить биолога, который придумывает эти модели более качественным и более автоматизированным способом. И действительно, у нас сейчас вот уже готова к публикации, и уже на стадии в этом году выйдет статья про этот метод, который мы сделали вместе с… Да, там даже в аффиляции будет зоопарк. У нас будет ITMO, а второй строчкой будет зоопарк в Вашингтоне. Ну, вот человек разумный, это, соответственно, мы тоже предсказали такую же модель, которая была показана ранее, значит, там, в 2010 году, по-моему. Если посмотреть на разницу, то разница минимальна. Но при этом одну модель построили люди, а вторую модель построила машина. Коротко о том, что автоматизация заменяет человека в некоторых областях. Но в данном случае человек, я думаю, суперрад. Потому что строить эти модели — это тот еще геморрой. И эта история была применена в тоже СППГУшном исследовании «Российские геномы». Это проект, который направлен на получение тысячи российских геномов. Сейчас в проекте, по-моему, уже есть 300. И это как раз те данные, которые охраняются персонализированно, с большим уровнем безопасности, с собаками, с полной веселухой. Закрытый контур называется. Ну и маленький это самый реклама Кати. Кати — это, собственно, моя сотрудница, которая является первым автором этого исследования. И можете подписываться на наш ВКонтакте для того, чтобы посмотреть за тем, как Катя работает с газелями. Вторая, также выход практический. Кто слышал про 23andMe? Ого, уже десяток, всего десяток круг. Окей, тогда пару слов. Если вы хотите найти свои геномные вариации, или вам интересно ваше происхождение, или вам интересно как раз не предрасположено ли вы каким-то генетическим заболеванием, то вот это тоже такая с одной стороны развивающаяся, с другой стороны во многом спорная область генотипирования персонального. Это когда вы наплевываете, вам приходит контейнер, вы в него наплевываете, вы на него плюете просто полчаса, по-моему, вы этим занимаетесь, и получаете, потом отправляете в Штаты, или у нас есть тоже наши проекты, у того же Атласа, который рекламировал для этого, можно послать не только свой образец снизу, но и образец сверху, и они проведут там за 15 тысяч рублей, вот эта история стоит 100 баксов у 23andme, их какое-то время запрещали как медицинские рекомендации, теперь разрешили, но только для 10 видов заболеваний, эта история, она не про секвенирование, если раньше я рассказывал про секвенаторы, то это история про ДНК-микрочипы, про то, что я сегодня рассказывать не буду, и поэтому это позволяет стоить всего там 100 или 200 долларов за исследование, в Россию все еще не поставляется, если вы хотите себе заказать, то можете заказать какому-нибудь своему американскому другу, который вам привезет. Эту историю вроде бы адекватно и разумно делать, для того, чтобы найти свои мутации относительно референсного человека, и для того, чтобы посмотреть, нет ли у вас случайно мутации, которые у вас передаются генетической предрасположенностью, тем не менее, надо понимать, что оценка примерно такая, что 30% наших болезней зависит как-то от нашего генома, остальные 70% зависит только от того, как мы себя ведем. То есть не надо уплывать на наш генотип, если он у вас здоровый, то у вас еще 7 из 10 шансов все испортить. Короткие вопросы про демографические модели, истории. Как испортить алкоголизм? Так, 7 шансов из 10. Машины, сердечные приступы, так, что еще можно сделать? Алкоголизм, наркотики, курение, курение, а? Переедание, тоже хороший способ все испортить, да. Нет, тем не менее, переедание, но там метаболизм часто роляет. Я, например, сколько не ем, я не толстею. Повезло, но, да, многим, к сожалению, нужно действительно, а? Да, сахар есть действительно самая плохая идея. То есть, наш вообще лишний вес, окей, я немножко вру, я сбросил там 10 кило просто за тему того, что не ел полгода сахар. Мне не надо было, как Диме Алексееву, пересаживать себе образцы. Достаточно было просто вообще не пить колу, не пить газировку и много переживать, да. депрессия, да, психологические расстройства. Психологические расстройства, кстати, передаются по наследству. Есть какое-то исследование на тему того, что некоторые грустненькие люди, они такие грустненькие, они что бы ни делали, они все равно останутся грустненькими. я не изучал, но мне интересно, как это у меня проявляется. Да. Генетический алгоритм, насколько эффективен генетический алгоритм по сравнению с другими? Понимаешь, это тот вопрос, когда вот мы взяли и первый пришли. И генетический алгоритм это тоже часть машинного обучения. Это машинное обучение без супервайзера, со средой. То есть у нас есть среда, среда в данном случае определяется вот этими матричками и уравнениями, и мы сделали генетический алгоритм. Мы сейчас разрабатываем другие методы, но тем не менее это вот переход из нуля в единицу. Остальные вопросы это переход от единицы к 1.1, к 1.05 и так далее. Еще короткие вопросы? Есть разные способы воздействовать на свой геном. Есть много терапий, которые позволяют вылечить какие-то конкретные клетки, например, клетки костного мозга путем вкалывания чего-то или путем какого-нибудь облучения. Так что да, в некоторых местах можно влиять на свой организм. Например, радиация с раком, например, коррелирует, если я правильно понимаю. И это тоже какие-то модификации на уровне генома. Так что да, способы влиять есть разные, много, но вот как раз как модифицировать и как заниматься биоинжинирингом, то есть когда мы строим свое тело или строим какое-нибудь новое тело. Я сегодня рассказывать не буду, потому что я этим не занимаюсь. Еще короткие вопросы? Окей. Тогда немного рекламы, а потом уже можно задавать разные вопросы на все темы. Мы находимся в этом здании. Я думаю, многие из вас его видели. Наш факультет располагается вообще в этой части. И это наша команда. Не вся, но вот тех, которых удалось собрать на массовые фотографии, я думаю, вы знаете, как проходят массовые фотографии. И в России есть несколько мест, и вот мы тоже делаем одно из мест, в котором есть возможность заниматься наукой, в частности, будучи абсолютно молодым. я действительно там один из самых старых. И мы вокруг себя собрали четыре, по крайней мере, больших команды, которые занимаются вот как раз вопросами следующими. Хочешь сфоткать? Спасибо, Дим. Итак, мы занимаемся биоинформатикой, про которую я сегодня рассказывал, но вот про исследования Алексея Сергушевича или Анны Костаревой, которые как раз про экспрессию генов, про раковые исследования, про вопросы иммунитета, про то, как и какие механизмы у нас в организме. У нас вопросов там гораздо больше, чем ответов. Там эта область, которая развивается последние 10-15 лет, и по меркам науки это ничто. Это крохи, как бы, по сравнению с тем, чем до этого занимались люди, и вызовов там очень много. Моя лаборатория это методы, формальных методов для киберфизических систем. Как вам? Мы занимаемся методами оптимизации. Как раз я занимаюсь генетическими алгоритмами, графовыми вопросами, но для меня, по сути, моя кандидатская диссертация, мои формальные методы, мой компьютер компуктер сайенс, это вот считается такая моя жена, а вот биоинформатика это у меня параллельность с любовницей. Есть машинное обучение, которое возглавляет Андрей Фильченков, получил недавно премию Сигаловича от Яндекса как один из самых талантливых молодых машинлернеров. Есть эволюционными вычислениями, про которые генетические алгоритмы, эволюционные алгоритмы и вот эти методы оптимизации профессионально занимается Макс Буздалов, чемпион мира по программированию, который решил остаться в науке. Есть еще пара лабораторий, которые занимаются взаимодействием этого с социумом или многомодальные биометрические речевые системы, лаборатория, которая занимается распознаванием речи, распознаванием видео, накладыванием речи на видео, работают в частности как с частными, так и с охранными системами. Очень сильное подразделение вместе с Центром речевых технологий в Питере занимается этим. Всего это порядка 120 сотрудников, порядка 30 кандидатов и докторов и публикуем больше 100 статей в год примерно. Это все тоже измерения, которые просто о чем-то говорят, но это не значит, что это все там статьи, когда вы видите 100 статей, они бывают разного качества, разных людей, совершенно по разным тематикам и так далее. Но в том числе есть статьи и в Nature, в Celle, на конференциях очень высокого ранга. В целом у нас идеология следующая, что есть computer science, который про искусственный интеллект, про машинное обучение, про изоляционное вычисление, и мы это применяем и придумываем решения для биологии, то, что я сегодня вам рассказывал целый час, медицину, киберфизические системы, социальные медиа, биометрия и так далее. Сегодня про это ни слова больше. Ну вот, в частности, демографические модели это то, что у Макса Буздалова развивается анализ сложности алгоритмов, где он пишет огромные формулы и пытается понять, а как это работает, а почему это работает, потому что почему работают генетические алгоритмы быстрее других, непонятно и неизвестно. Придумывает алгоритмы и структуры данных, которые будут с этим эффективно работать. Не зря же он чемпион мира по программированию в конце концов. Мы очень много выступаем на конференциях. Вот это тот постер, который мы представляли про наши сложные штуковины вместе с Катей. Макс представляет свои алгоритмы на центральной конференции по генетическим алгоритмам. Леха публикуется в Nature и в Cell забавная ремарка про то, что вот эта обложка, с которой Cell один из крупнейших журналов по биологии вышел с этой обложкой, которая была нарисована в Петербурге. То есть Леша объявил кол на обложку для их статьи. И это рак механизированный, который вот сейчас съест свою отравляющую штуковину. Ну, в идеале, это рак. Допустим, что это рак. Ну, мы же боремся с раком. Это исследование было про рак, и поэтому ну, краб, ну, подумаешь. И таким образом это все собирает нас в большую дружную команду, которую я уже показал до этого. Кто слышал про JetBrains, такую компанию, как JetBrains? О, кто-то слышал. Я ожидал, правда, что гораздо больше, но ладно. Это такая компания, которая занимается разработкой программного обеспечения. И в частности, я еще руководитель лаборатории в JetBrains. Она тоже базируется в ЭТМО, и эта компания JetBrains, она поддерживает 13 лабораторий Петербурга. Это как раз реклама JetBrains, что вот будьте как JetBrains, отдавайте полную свободу руководителям, и при этом поддерживаю. Я ни рубля не получаю, я получаю там только мои студенты, Катя, например, которая вот занимается исследованиями. И нам реально необходима поддержка этой индустрии, чтобы люди могли заниматься в Питере наукой, а не только работать в софтверных компаниях. Ну, это так, маленькая ремарка и shout-out to JetBrains, которые большие молодцы тем, что поддерживают, как и несколько других компаний Петербурга и России. Если вдруг вам стало интересно то, что я сегодня рассказывал, то у нас Леша руководит магистратурой по биоинформатике и системной биологии. Основная идея, где там были биологи, которые поднимали руки в начале, или они уже все сбежали? Да, хорошо. Кто-то остался. Вот эта идея основная в том, что повышать рыночную стоимость биологов. Очень циничная идея, которая заключается в том, что без обработки данных и без запуска скриптов, без написания каких-то простых программ сейчас в биологическом мире очень сложно. И мы набираем 15 человек в год на англоязычную программу, которая длится два года. Если хотите поступить через год, то обратите внимание на нас и на Институт биоинформатики, который с нами тоже очень тесно аффилирован, там, где Леша тоже и я читаем лекции и развиваем и всячески участвуем в ее жизни. Наконец, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я лично считаю, что очень важно быть видимыми на социальном поле. Также у нас есть группа ВКонтакте, на которую была ссылка раньше, у нас есть группа в Инстаграме, где мы как раз о своей жизни, ну это такие behind the scenes, то есть мы там про науку не рассказываем, мы показываем веселого Костю, который вот взял и выиграл там фэллоушип по-скалтеховски по биологии. На этом все. Большое спасибо за внимание, большое спасибо, что досидели до конца. Да, конечно, своими короткими вопросами сломал мне всю сессию вопросов и ответов полноценную. У нас очень мало времени остается на вопрос, на самом деле, вообще не остается, но давайте возьмем хотя бы, не знаю, парочку, троечку вопросов в микрофон уже, чтобы те, кто смотрит трансляцию, тоже их услышали. Да, спасибо большое, очень интересно. Признаться, я не ошибка много чего понял, но я не специалист. Но вот вы говорите, я не могу не задать этот вопрос, как будто нет проблемы. Вот сто лет даже больше, да, проблема была. Вот Мендель, как бы, экспериментируя над горохом, пришел к выводу, что это не так, все просто, да, это было Богу угодно, и вот он так устроил, что вот горох растет так. А Дарвин, ну, примерно в то же время говорил, ну, так сказать, если утрировать, что, ну, Бога и не надо, важно потепление или похолодание, и тогда вот это больше влияет на приспособление. Поэтому у меня вот вопрос, вот генетический алгоритм, которым вы говорите, он какой из этих тенденций относится, или он примеряет их, или он говорит, что они вообще больше и не нужны, вот теперь главное вот там математика, информатика. Я не знаю, спасибо. Генетический алгоритм здесь агностик. Слава Богу, я агностик, и он агностик. То есть, ему все равно, какую теорию мы применяем, генетическому алгоритму совершенно все равно, он строит ту среду вокруг себя, как божество, на основе тех задач, которые мы решаем. то есть, если вы говорите именно про генетический алгоритм, где алгоритм — это то, что мы сами запрогали, то в данном случае это условно программист является тем божеством, который создал тот мир, в котором мы выращиваем каких-то особей, и он задал полностью те законы, по которому это все выращивается. Ему там уже все равно, условно говоря, Менделю или не Менделю, или Дарвину это все приспособлено. Ко всему прочему, эти вопросы не обязательно конфликтующие, потому что если мы, там есть креационистская идея про то, что вот там того общего предка нам создало какое-то божество. Вот я этот вопрос вообще не касался. Кто создал этого первого общего предка? Оставим обе теории как бы на суд слушателю. Какие-то опасные слова прозвучали, Владимир, про божество что-то. Пытаетесь жизнь создать заново? Так, давайте еще вопросы. Так, вон там вижу, иду. Владимир, спасибо большое. Вопрос такой есть. Скажите, пожалуйста, каких стратегий придерживается лаборатория компьютерных технологий, чтобы не производить специалистов биоинформатики на экспорт, а оставить их в России? Это очень хороший вопрос, мне кажется. Мне кажется, есть что сказать, да, по этой теме. для науки нету импорта и экспорта. Наука, она мировая. И у нас есть разные совершенно. Разумеется, я как руководитель все время заинтересован в том, чтобы удержать своих сотрудников. И мой первый конкурент это не другие лаборатории мира, потому что сейчас в науке большой кризис в целом. наука сейчас в целом стала очень нерентабельным занятием. Если я таксисту говорю, что я ученый, знаете, это забавно. Забавно выглядит каждый раз его взгляд. Типа, что? Что ты делаешь? Особенно с учетом того, что я, условно говоря, на позиции сенера, разработчика или какого-нибудь сетё, какой-нибудь из компании, я бы зарабатывал гораздо больше. И ровно так же, как и многие 70 человек, которые работают в лаборатории. Это все время для меня вызов. Для меня вызов не экспорт, в твердой компании, потому что рынок в Петербурге, к счастью, очень здоровый и лишь некоторые компании делятся обратно. Тем не менее, говоря про экспорт, мы с очень многими коллаборируем, мы отправляем на стажировки. Люди не обделены иностранным опытом, но при этом они на стажировках и все время возвращаются, потому что здесь их родной дом и родная лаборатория. Так, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, я дилетант в программировании, но тем не менее, один из методов секвенирования генома дает большую ошибку. Что касается применения квантовых компьютеров, которые работают с вероятностями, это применяется сейчас или я что-то ошибаюсь? Если коротко, то нет. Все эти, более того, квантовые компьютеры, квантовая математика и вероятностные подходы это не совсем одинаковые вещи. То есть, то, что у нас там есть какая-то ошибка, нам квантовый компьютер, к сожалению, в данном аспекте никак не поможет. Он поможет быстрее проводить те операции и те сборки, если у нас будет действительно работающий квантовый компьютер, процесс сборки у нас будет проходить намного быстрее, потому что в основе сборки лежит NP-полная задача, а NP-полная задача у нас как раз очень быстро решается на квантовом компьютере, и мы сможем это все гораздо быстрее делать, но глобальных биологических вызовов нам это не позволит сделать. Так что, извините, но, к сожалению, я пока перспектив не вижу ни для квантового компьютера, ни для применения в биоинформатике. То есть, текущая стадия такая. Может, через 10 лет я заговорю совершенно иначе. Так, кто еще хочет спросить что-нибудь? Ага, вижу. Вы говорили про референсный геном. Как отбирали вот этого человека? И вообще хотелось бы узнать, кто такой честью удостоился. Есть две байки, может быть, кто меня в зале поправит. Байка первая — это то, что первый собранный геном — это химерный геном. То есть, он был собран из нескольких людей. То есть, когда в 2001, 2002, 2003, это все собиралось из разных людей, если я правильно понимаю. Тем не менее, в Штатах, по-моему, живет какая-то женщина, у которой накачали столько крови для того, чтобы как раз испытывать все эти методы секвенирования, что она как бы чуть ли не каждую неделю ее сдает. Потому что, как только вы изобретаете новый способ секвенирования, вы хотите его проверить, для этого вам нужны данные оригинальные, а для этого вам нужна чья-то кровь. Чья-то кровь того же самого человека, на которого все мэпят. И вот этот человек есть. И из него качают кровь и за дорого продают. Вот есть такая работа. Если бы. Так что, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Я не помню точной байки, но вот то, что я помню из байки, я вам рассказал, что есть один человек, у которого вот эту кровь качают, чтобы проверять секвенаторы. То есть... Сюжет матрицы какой-то просто. Человек из него качает кровь, чтобы проверять секвенаторы. А почему волосы-то не взять? Да выдирать больнее. В общем, меня тоже не удовлетворяет ответ. Ну ладно, пропустим. Коллеги, кто еще хочет спросить? Дотянется? Это был коварный вопрос. Да, спасибо. Читать геном научились, редактировать вроде бы там с всякими белоками, КАС-9 и так далее. Научатся или уже умеют? И теоретически от редактирования человека нас будет устанавливать только законодательство. Как вы относитесь к редактированию генома? И если зато, что в человеке менять надо? Я никак не отошусь. Я не занимаюсь редактированием генома. Я занимаюсь только анализом, то есть в одну сторону, когда мы берем и анализируем. Я ни в одном проекте про редактирование или про попытки изменения не участвовал. Тем не менее, мне эти тенденции более-менее нравятся. Они очень опасно пахнут. Они очень, скажем так, законодательно, с законодательной точки зрения интересны. Но вот в данном контексте я обращусь к недавней новости, которая гораздо острее стоит, что вот в скором времени можно будет там при помощи каких-то простых гелей или каких-то простых средств выбирать пол человека, которого вы хотите родить. Там мальчика или девочку. Слышали, да, про эту новость? И вот это даже не редактирование генома, а все равно история в тех странах, в которых девочек рожать не модно, уже очень опасная. И даже вот такие простые крайние случаи про рождение, например, детей, про выбор ребенка до его рождения, до его зачатия, это катастрофически интересные вопросы. Нас ждет такое светлое будущее, что всем потребуются темные очки в случае с генетическими модификациями. Разумеется, надо болезни редактировать. Разумеется, можно делать противораковые исследования, чтобы раком вообще или не болели. Но это затрагивается столько философских вопросов про перенаселенность, про взаимоотношения рас между собой, что я не буду отвечать дальше на этот вопрос. Спасибо. Ну хорошо, давайте последний вопрос, да, и на этом закончим. Да, здравствуйте. Я бы хотела спросить, почему как бы в геноме бывают как бы такие ошибки? Ну, в самом геноме человека, ну, из-за чего происходят как бы генетические заболевания? Это не ошибка, это мутация. Ну, то есть, смотри, единственное, что нас делает такими, это ошибки. Если говорить вашим языком, то единственное, почему люди стали людьми, например, это ошибки. Единственное, почему вообще развивалось… То есть, полезные ошибки. Ну, как сказать, полезные. Ну, как же. Это тоже такой вопрос, типа, полезна ли моя жизнь? Ну, да, наверное. А если я в глубокой депрессии? Ну, другим-то людям она полезна. А если я Гитлер? Это очень философские вопросы, здесь нет оценок, хорошо или плохо. Тем не менее, отвечая на вопросы, да, у нас много, есть там полтора процента заболеваний, которыми вообще болеют люди, они генетические. И это тоже ошибки, которые произошли в процессе до твоего рождения. Природа не имеет права ошибаться. Это ее единственный механизм. Единственный механизм, который вообще природу сделал природой, это ошибки и скрещивания. Это все, что умеет природа, по большому счету. Спасибо большое. Ну, мне кажется, это вполне годится как финальный аплодисмент. Спасибо всем еще раз большое, что пришли. Владимир, спасибо за замечательную лекцию. Еще раз всем спасибо. 10 числа будет следующая лекция в рамках цикла по науке и технологиям. Приходите, обязательно регистрируйтесь. Спасибо.